Закончили сезон, как все видели, не очень удачно, не попали в игрокубки, не заняли призовые места. Некоторые игроки изъявили желание покинуть клуб. Это процесс, процесс футболисты. Кто-то ушел на повышение, кто-то в разные команды. На сегодняшний день клуб выбрал стратегию другую, решили пойти на омоложение состава, решили акцент сделать на местных игроках. Стратегия такова и мы должны ее принять. Видение клуба такое, сегодняшнее положение такое клуба, поэтому большой плеядер остались. На сегодняшний день у нас, по сути, из прошлого состава осталось 5 человек. Взяли на просмотр несколько игроков. Был просмотровый сбор с 10 числа и некоторые игроки, соответственно, прошли этот сбор. Кто-то остался, кто-то ушел. По нашему мнению, на сегодняшний день приблизительно 20 человек у нас есть, 21. И еще нескольких игроков смотрим. Кто-то, возможно, приедет еще на просмотр, невозможно точно приедет на просмотр. Возможно и легионеры какие-то появятся. Но акцент, как я повторю, был на местных игроках. Задача, по сути, она не должна меняться. То есть в любом случае мы будем пытаться, стараться как можно быть выше. Не будем никаких прогнозов делать, никаких заявлений. Но могу заверить, что будем биться в каждой игре за три очка. Это однозначно. Другого не может быть. С прошлых годов, соответственно, психология осталась. Наши мысли, скажем, они всегда нацелены на достижение высоких результатов. И мы не будем от них отходить. Даже невзирая на то, что поменялась команда, пришли молодые, более молодые игроки, менее опытные. Но есть в составе игроки, которые с хорошим, большим опытом. И за счет них, скажем так, молодежь должна тянуться, быть психологией победителя и стараться каждый матч выигрывать. В целом положительные впечатления. Были хорошие моменты. Да, пока еще, скажем так, не скажу совершенства. До хорошего взаимодействия, до хороших моментов далековато. Но уже было видно, что вот этот период в 21 числа мы поработали 10 дней, по сути. Было видно, что ребята схватывают и быстренькие есть ребята, и техничные все. Сегодняшняя задача оптимизировать состояние, понять, кто в какой готовности, ну и, соответственно, в процессе работы. Вот. И добавлять, добавлять физически в первую очередь. То, что мы видели в техническом оснащении, ну, команда удовлетворяет. То есть есть ребята, которые очень хорошо с мячом обращаются. Школа хорошая, видно, что детский уровень, как бы, пройден в достаточно хорошем уровне. Вот. Что самой игры? Ну, повторюсь, первый тайм, первый тайм был более такой содержательный, скажем, более качественный. Вот. Есть проблемы, повторю, в обороне у нас. Здесь мы еще ищем игроков, то есть, скорее всего, туда приедет. Сегодня на просмотре центральный защитник у нас легионер. То есть еще будем искать, скажем так. Процесс еще комплектования команды впереди. В любом случае еще двух-трех игроков мы будем ждать. Вот. Посмотрим, как проявят себя те ребята, которые сегодня у нас есть на просмотре. Вот. И ожидаем, ожидаем усиления, ну, как я повторюсь, из-за границы. Что касается позиций, ну, наверное, не будем ничего скрывать. Будем откровенны. Это центральная ось, то есть линия обороны, центральный защитник, это крайний фланговый защитник, ну, и центральный нападающий. Вот эти позиции мы будем укреплять еще. В балансе, как я говорил, повторю еще раз, что рассчитываем на адаптацию быстрых футболистов местных в основном. Вот. С учетом опыта тот же Сау, Мусаханя, Найк, они должны, скажем так, повести за собой команду, должны быть лидерами. Мы на это очень рассчитываем и, в принципе, озвучили им эту позицию. Если, скажем так, по ростовым данным, по антропатрическим данным, ну, ничего страшного. Здесь проблемы никакой нет, и мы видим вот по прошедшей игре, что не совсем мы там теряем. Поэтому большой проблемой для нас, я думаю, не должно стать. Бывает информация, что мы начнем 24-25, сегодня, ну, на сегодняшний день сказали, что 30-го начнем. Вот. И для нас это, на самом деле, лучше. Да, учет команд, которые играют в Еврокубках. То есть мы, в принципе, от них зависимы на сегодняшний день. Поэтому, я думаю, календарь составлялся с учетом этого. Вот. Для нас, повторю, лучше. Почему? Потому что можно еще подготовиться качественнее, да, больше времени. По сути, еще месяц. Вот. Можно полноценно. Три недели у нас есть на еще хорошую нагрузку. То есть, я думаю, что в нормальной форме подойдем к чемпионату. Да, надеюсь, как бы не хуже, чем в прошлые годах. Вот. Соответственно, видно, что команды укрепились некоторые, да. И, по сути, особо никто не потерял. Да. Но романк снялся. То есть, команда была с духом, боевитая. Вторую часть сезона, то, что они провели. Вот. Одной из самых таких интенсивных команд. Тяжело было с ними играть. Естественно, команды, которые обладают более большим бюджетом, они укрепляются другими игроками, скажем, на бумаге по квалификации выше. Но ничего страшного в этом нет. Не стоит никого не бояться, не превозносить. Мы в любом случае будем однозначно, скажем, конкурентоспособны. Да пусть каждый для себя определит, как рассчитывать на нашу команду, вот как они будут играть. Я повторю, мы от своих принципов не отходим, потому что считаю, что это неправильно. Не важно, кто, когда, где играл. Это не важно. Есть сегодня и сейчас. И надо выходить в каждую игру и, скажем, отдавать все силы, ложить голову и стараться быть сильнее.